Всем привет! Пришло время поговорить об ароматах Викинг и Валькирия. Я вам буду их и демонстрировать, и рассказывать про парфюмеров, которые их создали. Ну, а начну с того, что захотела я эти ароматы после просмотра рекламы на телевидении. Для меня это была очень качественно сделанная реклама, которая отбрасывала нас то в эпоху викингов, то герои преображались в современный вид. Ну, и музыка, вот эта вся атмосфера мне очень понравилась. Я решила заказать пробники, но потом обнаружила, что на эти ароматы у нас были и есть ароматические страницы, ароматизированные страницы в каталоге номер 17 и в каталоге номер 18. На тот момент у меня были оба. Мы всей семьей протестировали их, потерли флакончики и поняли, что надо нам и тот, и другой. Ароматы впервые я заказывала в каталоге номер 17, когда они были у нас впервые запущены за 999 рублей. И к концу каталога начали мне отписываться, что там их нет, в другом месте нет. Разобрали. И это неудивительно, потому что ароматы, на мой взгляд, очень даже достойные. Ну, во-первых, очень красиво выглядит флакон. О нем я поговорю попозже. Приходят они в пленки. Я специально не стала убирать. Покажу вам, как это выглядело в первоначальном виде. Артикул у Валькирии 30-58 и объем 50 мл. Викинг артикул 32-36 и здесь целых 100 мл. Почему-то мужчина всегда за те же деньги достается больше. Так, ну и что касаемо флаконов. Нет, я когда сказала, что флакон мне нравится, что он классный, мне тут же написали, ничего в нем нет хорошего, ничего в нем нет такого. Я прям представляю, как это вот возмущение все было передано. Что мне нравится в этом флаконе? Ну, и в этом в том числе. Ну, во-первых, его лаконичный дизайн и полное совпадение с самим ароматом. Для меня флакон похож на льдинку, такую прозрачную, как из середины озера берут для того, чтобы ледовые городки строить. Такой прозрачный лед, абсолютно кристально чистый. Так и здесь мы видим в этом аромате все то же самое. Плюс ко всему весь дизайн полностью повторяет рекламу и эпоху. Стоят в лесу деревья, все такое в серой какой-то дымке, да, когда нам те времена пытаются показать в каких-то художественных фильмах. Там тоже всегда очень приглушенные краски, нет ничего яркого, все такие немножко одежды темные, атмосфера вся какая-то дремучего леса. И мне кажется, вот абсолютно хорошо передана та атмосфера именно в этом флаконе. Для меня все абсолютно совпало. И я примерно представляла, что ожидать от аромата. Ну и плюс ко всему здесь стекло, толстое стекло, качественное стекло. Здесь нигде нет никаких некрасивых швов, как бывает, да, на ароматах, на недорогих. Мы видим по бокам на стекле швы, здесь ничего подобного нет. Ну и самая большая фишка, я считаю, этих ароматов, это крышечки из натурального дерева, что на мужском, что на женском аромате. Когда я их получила, я сразу обратила внимание на рисунок с оборотной стороны этих крышек, он, ну, просто натуральное дерево. Причем аромат женский у меня уже второй. Первый забрали. Когда я была на фотосессии, я уже рассказывала эту историю, владелица студии спросила, ой, Марин, что там у тебя в коробке, покажи, покажи. И из ароматов, я хочу что-нибудь такое, ну, не сладкое, не приторное. Я говорю, ну, посмотри, ты видела рекламу? Посмотри. Она взяла, протестировала, говорит, я хочу. Через минуту у меня уже были деньги, и с удовольствием забрала, и пользуется девочка. А мне пришлось заказать второй, потому что я к тому времени еще не успела сделать обзор. И приходит ко мне второй аромат, и я понимаю, что у меня здесь на крышке абсолютно другой рисунок. У меня на первом аромате были ярко выраженные вот эти вот древесные слои. Ну, вот здесь они просто такими крупными полосками, а там прям выдавлено было. И когда ко мне пришел второй аромат, совершенно другой рисунок на крышке, я поняла, что это не пластиковая штамповка, потому что, ну, пластиковая штамповка была бы на всех ароматах одинаковая. Я уже вот здесь потерла и потрогала, и обратила внимание, что на вырубке вот этого кольца есть такая, знаете, неотшлифованное место, именно как у древесины бывают, с такими зацубринами. И уже обратилась в обратную связь и спросила, скажите, это действительно из натурального дерева? Мне ответили, да, из самого, что есть, что не есть натурального. Это я вам дословно прям повторяю. Ну, и по мужской крышке, мне кажется, это еще лучше заметно. Здесь прям все древесные детали. В общем, девочки, кто говорит, что вот эти флаконы, они некрасивые, ну, наверное, вам нравятся более вычурные, там, не знаю, навороченные, там, в цветах, еще в чем-то. Но самые дорогие ароматы, самые классные ароматы продаются в самой простой упаковке. Ну, если вы обратите внимание, да, ну, без каких-то там королевских замашек у некоторых марок есть, там, и золото, и все. Но в основном ароматы продаются в более-менее такой лаконичной упаковке. И я считаю, что это и есть, ну, признак такого шика. Я не говорю, что это шикарные ароматы, но это очень достойные ароматы. Мы с удовольствием с мужем их оценили и пользуемся. Начну с мужского, с викинга. Сразу с первых нот муж сказал, бери. И я поняла, почему. Знаете, на что похоже? Моя подруга сразу оценила и сказала, что это Хугабос. Кто помнит, лет, наверное, 10, а может быть, даже 20 назад. Хугабос в таком, по-моему, зеленоватого цвета был флакончик. Так, сверху светлая крышечка, и вот такая вот полосочка тесьмы шла от крышки к флакону. Очень похож аромат. Она мне даже высылала фотографию, я с ней согласилась. Здесь есть эти ноты, которые мне не очень нравятся в мужских ароматах, но добавлены другие ноты, и, соответственно, у меня нет такого отторжения, как было к тому, например, Хугабосу. Ну, и давайте про аромат. Ильяс Эрменидис. Это парфюмер, который создавал этот аромат. Аромат относится к древесно-фруктовым, с холодным морским аккордом. Начальные ноты. Бергамот, лайм, апельсин, тарокко, мята замороженная. Замороженная мята. Для меня вообще все, что замороженное, пахнет морозом, а больше ничем не пахнет. Не знаю, может, если это размять какие-то другие ноты дают, но я, честно говоря, замороженные, что для меня грибы, что, я не знаю, там, ягоды, что мята, абсолютно все одинаково пахнут заморозкой. Ноты сердца. Эдельвейс, гиацинт, лепестки, розы, книженика и яблоко. В базе мускус и кедр. Кстати, по некоторым нотам оба аромата перекликаются, но внешне, вот по первому тестированию, по первому вдоху, они, конечно, абсолютно разные. 94 аромата создал этот парфюмер. Он создавал ароматы для Гуччи, Эстелау, Держи Ванши, Кинзо, Валентина. Наш аромат Нуи Бланш он создал для Фаберлик. Хугабос. Кстати, я даже не посмотрела, может быть, Хугабос, это как раз именно тот он и создал. Я просто марки переписала для того, чтобы вам прочитать. Надо посмотреть, между прочим, уточнить. Кельвин Кляйн, Эвсен Лоран, Ланком и Москино. Это не полный перечень, это такие, которые на самом слуху у нас я сейчас вам перечислила. Аромат очень достойный. И вы знаете, из таких ароматов, которые подойдут для любого возраста. Мне не отталкивает эти общие ноты, те, что были с Хугабосом. Возможно, у меня со временем поменялись вкусовые предпочтения. Но я однозначно этот аромат рекомендую. Как только будет возможность купить с какой-то скидкой, обязательно возьмите. Ну а пока можете купить пробники. Они, кстати, сейчас идут дороже, чем другие. Но я думаю, из-за того, что такая рекламная кампания прошла, ароматы раскрутили. И они пользуются популярностью. Ну, если честно, то я просто вижу по тому спросу, который на них есть. Ну а теперь переходим к Валькирии. Это, наверное, первый аромат, который я купила не глядя. Вот по вот этому кружочку в каталоге. Не покупая пробника, не тестируя его у кого-либо из флакона. Я просто его купила. И впервые в жизни моя интуиция сработала. И я осталась довольна ароматом. Я с удовольствием буду им пользоваться сама. И хочу сказать, что этот аромат у меня из ряда вон выходящий. Я такую композицию парфюмерную не покупала никогда. Люблю ароматы в розовых флаконах. То есть там для меня цвет флакона, это сразу понятно, мне понравятся ароматы или нет. Смогу я его выносить или не смогу. Вот я больше люблю ароматы в розовых и в желтых флаконах. Видимо, там все-таки присутствуют какие-то свои ноты. А вот такие холодные ароматы я никогда не любила. Я не заценила наш променад. Я не оценила Алла Тау. То есть говорят, что они очень похожи из одной группы. Но там я прям слышу какие-то ноты. Ну, какие я называю дешевыми нотами. Я их прям отчетливо слышу. И я не могу их на себе носить. Я и пробником себя поливала. По своим же советам все делала. Но нет. А вот этот аромат мне просто сразу же подошел. Сразу же зашел. И я брызгалась им целый день. В первый день. Потому что у меня через 2 часа примерно обоняние притуплялось. И я переставала его слышать. Я, честно, не понимаю. Это моя особенность. Ведь у нас есть такое, что какие-то ароматы мы перестаем слышать. А окружающие прекрасно ощущают от нас этот аромат. Так вот, возможно, он из этих ароматов. И меня это немножко удручает. Я уже говорила о том, что стойкость у него не очень высокая. Но теперь сомневаюсь насчет стойкости. Я начинаю думать, что это как раз моя вот эта особенность. Что я перестаю слышать аромат после первых полутора и двух часов. А остальные его от меня прекрасно ощущают. Я даже на ночь брызгала одежду. С утра принюхивалась. И что самое интересное. Вот этот флакон. Мне такое ощущение, что пахнет ярче. Ну, возможно, знаете, он просто пришел в другое время. У меня другой гормональный фон. И я слышу по-другому. У меня так абсолютно с любым ароматом. Но даже те же мои любимые Шанель, которыми я пользуюсь уже, могу сказать, не один десяток лет. Я могу подойти к аромату, к любимому с утра. Понюхать крышечку и подумать, фу, какая гадость. А на завтра я подхожу и с удовольствием его на себя наношу. Вот вплоть до такого. Также я могу перестать слышать этот аромат. Значит, надо переключаться на другой. Ну, вот этот пока я слышу на себе два часа, а потом не слышу. И, ну, к моему большому сожалению, у меня таких ароматов не было еще вообще. То есть у меня все такое сладенькое, тепленькое, цветочненькое. Здесь вот просто все по-другому. Ну, и давайте посмотрим, кто же парфюмер. Парфюмер у нас Оливье Кресп. Да, я как-то написала, непонятно. Цветочно-цитрусовый прохладный аромат. Хрустальный, мерцающий. Честно, я прям вот когда слово хрустальный прочитала, для меня картинка полностью отразилась в этом флаконе. Он реально хрустальный, прозрачный и мерцающий. Так, дальше. Начальные ноты. Лимон, бергамот, апельсин. Ой, апельсин тарока, кстати. Да, я тут тоже исследовала, что такое апельсин тарока и что такое княженик. Об этом я сейчас вам попозже расскажу. Так, дальше. Ноты сердца. Эдельвейс, гиацинт, роза и яблоко. Ноты сердца. У мужского аромата. Эдельвейс, гиацинт, лепестки, розы, яблоко и еще княженика. И базовые здесь мускус и кедр. У мужского базовые мускус и кедр. Вот середина и база совпадают. Ну, за исключением того, что в мужском есть княженика в середине, а в женском она не обозначена. 166 ароматов создал этот парфюмер. Живанши, Кошарель, Арман, Басси, Лакос, Дольче Габбана, Армани. Так, Ивсен Лоран, Опиумы. Это все его. Гуччи, Версачи, Нина Ричи, Маскина, Диор, Каролина Эрера, Валентина. Так, Флорет от Фаберлик, между прочим. Мюглер, Звезды, видели такие ароматы, синие. Вот это все от него. Конечно, в первую очередь, когда я заинтересовалась этими ароматами, я начала с парфюмеров. Чтобы понять, что они такого создали и есть ли в их коллекциях то, что нравится мне. И я нашла, что там мне нравятся мои ароматы, которыми я когда-либо пользовалась. Или которые мне нравятся, но не настолько, чтобы их приобрести, например. И у меня картинка полностью сложилась, что парфюмеры достойные и однозначно надо брать. Я именно так смотрела. Я это просто, знаете, сделала вывод для себя после того, как я проанализировала для видео ароматы от Валентины Юдашкиной и от Ринаты Литвиновой. И поэтому пошла по этому же самому пути и абсолютно не ошиблась, не сбилась с этого пути. Ну и что же у нас такое апельсин Торока? Это кровавый апельсин, один из лучших по вкусу. Апельсин с виду обычный, оранжевый, но когда его разрезаешь, он как гранат вот такого багрового цвета внутри. И у него сок из него, если выжимать, он прям как кровь такой, темный. Ну, я, мне кажется, я такие апельсины не пробовала. Написано, что они лучше по вкусу. Я что, что-то сразу захотела апельсинов? Книженика. Вот для меня это было вообще что-то из области непонятно чего. Что же за такая книженика? Почему я никогда не слышала про такую ягоду? Уж какие только там я не слышала. Но книженика впервые. И когда я набрала книженика, первые фотографии, которые мне выпали, это костянка из детства. Когда мы ходили в лес за ягодами, за грибами, мы ели костянку. Где-то ее называют костяника. По-разному я жила и в Курганской области, и вот в Челябинской. И некоторые слова в названиях отличаются. Вот в Курганской это была костянка. И именно такое слово я нашла в Википедии, как синоним. Как еще одно название этой ягоды. Это маленькая красная ягода. И действительно у нее мякоти не очень много, а косточка такая большая. Но, по-моему, мы ее прожевывали, и в лесу это было очень вкусно ее сорвать и съесть. Но я точно не помню, как она пахнет. Это было далеко в детстве. Но, по крайней мере, теперь я знаю, что такое апельсин Торока и что такое книженика. В жизни бы и не подумала, что та костянка из детства и книженика это одно и то же. Ну что, девчонки, еще пара ароматов, которые я могу рекомендовать. Как ароматы без дешевых нот. Вот боялась, что женская опять начнет грешить в базе дешевыми нотами. Но этого не произошло. Аромат не для каждого. Аромат для тех, кто любит холодные ароматы. Для тех, кто не любит какой-то романтики. Здесь абсолютно ее нет. Такой холодный, ледяной аромат и не согревающий. Я не знаю, зачем нам их выпустили в зиму. Для лета, возможно, они будут лучше. И еще, да, самое, чуть не забыла, не записала. Думала, что сразу об этом скажу. Что зацепило меня в этом аромате. Когда я нанесла его на себя, не когда я его терла на страничке, а именно уже из флакона. Это горечь. Я прям чувствую горчинку в этом аромате. И, наверное, в августе я пришла в золотое яблоко и сделала запрос консультанту. Найдите мне горькие ароматы. Все, что они мне представляли, было очень сладким для меня. Я не понимала, когда же начнется горечь. Она, наверное, где-то в базе оставалась. И до нее я не дожидалась. Вот эти вот листочки, которые мне давали, консультанты дают, не подписывают. И потом, когда ты в сумке все это выгребаешь, ты уже не понимаешь, где и что. И ты уже в жизни не найдешь, какой аромат тебе понравился. Ну, такой горечи я нигде не нашла, чтобы мне вот прям зацепило. А здесь она с первых нот. И, соответственно, я наконец-то получила то, что искала. Как говорится, знаете, все, что мы хотим, нужно посылать запросы во Вселенную. Она нам обязательно даст. Я, например, вчера сходила на мероприятие с коллегами из Соберлик. И получила в подарок тарелку-звезду новогоднюю, на которую я смотрела, облизывалась. Думала, нужна она мне, не нужна, нравится. Но колется, цена колется. И вы представляете, мне, моя наставница подарила эту звезду. Со словами, моей звезде я дарю звезду. Мне было очень приятно. Еще она подарила тарелку с мышкой. В общем, у меня теперь есть новогодний антураж для стола. И это к тому, что вот ты хочешь горький аромат, и вдруг ты на него попадаешь. Причем даже не осознавая того, что он будет именно такой. Потому что по страничке для меня это было непонятно. Ну и также с этими тарелочками я их очень хотела. И вот, пожалуйста, они у меня есть. Поэтому мечтайте, задумывайте себе какие-то желания, загадывайте, и обязательно у вас все сбудется. Ну а я все-таки рекомендую вам купить пробник. И как я всегда рекомендую, берете пробник. Не надо этой палочкой никуда себе тереть, там что-то мазать, ни сюда, ни сюда. Прям возьмите и четвертинку или одну пятую этого пробника вылейте себе на одежду, на домашнюю. С утра, потом вечером. Потом выйдите на улицу, нанесите куда-то на шарф, на снуд, на перчатки. То есть поносите его в различных ситуациях, но не надо его там растирать, этой палочкой тереть. Просто лучше капельку капните и нанесите, чтобы, во-первых, аромат не растирался вот так в плоскости. Во-вторых, чтобы он дал вам объем, как вы получаете, например, от распыления. Мы же вот так нанесли на себя, да, мы же не растираем ничего. Нет, мы ничего не растираем. И поэтому палочкой вот, ну, настоятельно рекомендую не пользоваться. Закажите пробники, протестируйте. И я надеюсь, что тем, кто любит ароматы в голубых флаконах, вам обязательно понравится. Большое спасибо, что посмотрели. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч, увидимся, пока. Эх, девчонки забывчивая, я забыла зачитать вам комментарий одной из моих зрительниц. Ей навеяло целую историю ощущения аромата Валькирия. И она написала, ну, прям такую сказочку. Я вам сейчас зачитаю, потому что, ну, это суперинтересно. И делаю это с позволения автора. Я спросила, можно ли мне это будет сделать в кадре. Мне разрешили, поэтому читаю. А, уже начинаю. Понятное дело, что у всех будет по-разному. Так и есть. Но меня просто преследует запах окурков, улыбочки. Причем не благородных сигарет, а доморощенного табака, улыбочки. И сценарий презентации у меня тоже вырисовывается свой, опять улыбочки. Как будто Валькирия бегала за войнами по зимнему лесу. Кушала ягодки, которые где-нибудь еще остались на веточках под снегом. А потом наткнулась на хижину. Ворвалась туда свежим прохладным ветерком, пропитанным ароматом промерзлой княженики и апельсина торока. Удивленные воины предложили ей выпить. Смешали для нее коктейль из золотау и орхидеи. Обессилевшая Валькирия присела, вылила этот коктейль себе на голову и закурила. А потом, наверное, уснула с самокруткой в руке. Зимняя прохлада от аромата исчезла. Остался только запах дыма и настолько стойкий, что викинги еще несколько дней не могли выветрить хижину. Девочки, ничуть не против этой водички, просто она создана не для меня. Наверное, хорошо будет раскрываться на холодном типе кожи. Девчонки, я когда прочитала, я просто представила эту всю ситуацию. И, честно, мои ощущения абсолютно не совпадают с тем, что написано здесь автором. Но я не могла это не зачитать, потому что это очень интересная история. Для меня аромат раскрылся совершенно по-другому. Я не ощущаю ничего подобного. Я просто поражаюсь тому, насколько у людей развита фантазия, и они могут целую картину себе нарисовать в связи с ароматом. Я просто мечтаю о том, чтобы я могла именно такие сказки писать, потому что, мне кажется, если бы автор создала свой канал, ее бы очень даже смотрели. Но, все-таки, делайте свои выводы. Чужое мнение – это чужое мнение, а ваше – это ваше, это ваши ощущения, ваше обоняние. Я не могу присоединиться ни к одному слову из этого описания, но было очень интересно. Спасибо большое, что пишете ваши комментарии, тем более такие интересные. Пишите больше, буду зачитывать чаще. Теперь точно всем пока.